Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, рыбка покормлена, сыта, даже немножечко мечей. Сегодня уже продал вот с этого аквариума 30 штучек, самых таких побольше. Выловил, ну, там еще немножечко плавает. Ну, немного, совсем немного, надо ими заниматься. Руженицы молчат, только вот здесь вот кубинка немножко нарожала. Но совсем немножечко мальков, остальные что-то молчат. И также сегодня в планах заменить воду хотя бы в двух аквариумах у целонаводной калавратки. Вот уже подменил, то есть размешал соль на 5-литровую баклаху, 2,5 литра, 2,5 ложки столовых соли. Ну и остальную воду сливать, процеживать, что-то такое. Ну, в принципе, часть воды останется. Вот видите, покормил, вода мутная и салонаводной калавратки не видать. Потому что последний раз менял я, наверное, полгода назад, если честно сказать. Ну, она есть, присутствует и хорошо себя чувствует. В принципе, размножается, но если подменить воду, будет размножаться получше. Также немножко о планах. Здесь подмена, здесь подмена, здесь и здесь воды. Почистить надо. И перелить личиночку тернешки, которая отнерестилась вчера. И также надо убрать производителей, которые отнерестились уже сегодня. И есть икринки даже, я бы сказал, много. Но много плохой. Над этим делом, ребят, работаю. Также надо что-то сюда думать. Какие-то аквариумы под нерестовики для живородочки. Ну, это будет по ходу действий. Вот такой вот маленький план. Проблемных аквариумов, по-моему, нету. И это меня очень радует. Но эту вот Уф-лампу уже здесь чистота и порядок. Полсуток она отработала, все на ура. Здесь тоже чистота, порядочек. Нету пыли. Надо ее установить вот туда, вниз, за латушки. Там слегка помутняла вода. И думаю, будет нормально. Проблемных нет. И это меня очень даже таки радует. Вот здесь вот неончик повыплывал. Там такое количество нормальненькое. Есть его, вот видите, вдали прячется, кушает, все хорошо. Также и там кушает. В принципе, везде кушает рыбка. Все отлично. Данил, а так здесь совсем отъели пузо. И пламает себе большим количеством. Скорее всего, надо куда-то побольше аквариум переливать. Только куда, сам еще не знаю. Ну, ребят, поехали. Работаем. День начинает. По чуть-чуть работа движется, ребят. Потому что убрал я личинку. Тернежки, 5 пар, которые отнерестились. И она здесь. Вода. Ну, нормальная вода. Личинки так. Не особо много. Но еще 7 пар отнерестилась. Будем, конечно же, что-то там пробовать. Вот. Здесь парочки красные, 3. С той стороны, которые не нерестились, тоже отнерестились. Ну, будем наблюдать за ними дальше. Те, что отнерестились, остаются. Там дальше есть еще. По-моему, 12 пар. У меня столько нерестовиков нет. Вот там, ребят. Ну, будем что-то, конечно же, пробовать высаживать. Остались, конечно же, разнобойные цвета. Но что-то там есть. Будем пробовать что-то высаживать, конечно же. Сейчас, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нерестовиков. У меня есть. Сейчас подготовлю под тернежку. И, хотя надо было бы и под красного неона готовить, но не знаю. А, возможно, да, возможно, я подготовлю под красного неона. Те еще там себе понемножечку не в цикле, потому что я их позже нерестил. И будем наблюдать. Как-то вот так. Вот те 7 нерестовиков сейчас подготовлю чистым осмосом. Дальше. Подмены немножечко вверху надо сделать. Вода еще терпимо, конечно же. Все хорошо, все классно. Но надо сделать. И также потихонечку надо переводить на осмос вот этих вот ребяток внизу. Неон синий. Так же, ребят, я уже произвел чертежи вот этой вот полочки. И здесь должно быть вот такая вот штучка. 4 аквариума по 30 литров. Вместе с отсадниками, покрывными стеклами и всем остальным. Потому что мечи, они же очень такие прыгучие. И надо им сделать покрывные стекла. В общем говоря, поехали дальше работать. Вот и движемся дальше, ребят. Еще немножко работы сделано. Ну, вот эту вот солоноводную каловратку я еще с утра подменил воду. Вот смотрите, как она себя чувствует хорошенечко. Что-то здесь собирается, видите, такими прям пучками. Ну, хорошая штучка. И кормим ей рыбку. Но это такой стартовый корм, но очень полезный. Надо будет сейчас еще вот этих вот два аквариума подменить. Видите, какая разница? Ну, прям капец. Ну, живет и все хорошо. Также, ребят, здесь у меня была скалярка. Она уехала. Уехала вот сюда вот. Вот вниз. Вот сейчас покажу. Вот видите. Фокус не ловит. Ну, вон там ее есть. Также еще со скаляркой поработал немножечко. И здесь вот у меня была скалярка. Она уехала вот туда, вон вниз. Он чувствует себя хорошо. А сюда приехала вот такая вот маленькая-маленькая. Только проклюнулась скалярия. И освободилось у меня несколько нерестовичков. Надо будет сейчас подготовить это все дело под красного неона. Попарно раскидаю. Ну, по три пары или по сколько там. Посмотрим уже дальше. Также вот здесь вот подготовил под ребят. Данюшку нерестовички. И здесь вот тоже та же история. Все хорошо, прекрасно. Работа движется. Убрал я его. У меня здесь бочки стояли. Я их убрал. Место стало ну прям капец как много. Это меня радует. Руки до стекла даже не доходят. В принципе, жалко немножко резать скло пятеркой или там шестеркой. Я даже не знаю. Но надо. Надо, потому что есть. Надо сделать и есть время. Можно так сказать. Здесь пока чистота, порядок. Никаких проблемных аквариумов нет. И все хорошо. Также, ребят, подмену воды у вот этих вот вверху все произошло. И даже немножечко вот здесь. Только что-то прохладненькую я воду залил. И это нехорошо. Конденсат образовался. Ну, а остальные все вроде бы чистота, порядок. Все классно и шикарно. Я даже сам не знаю, как это так у меня получилось. Но, ребят, поехали. Немножечко порезки и подготовка нерестовиков чистым осмосом под красного неона. Вот и здесь немножечко поработал, ребят, мастерской своей. Будущей разводни, надеюсь, будет так. Но нарезал я стеклышек. Вот видите, все просыхает, зачищены. Это днушки четыре штучки. А это все боковинки и лицевые. Здесь вот так вот просыхает. И вон там. Получилось у меня стекло шестерка, ребят. Это на 30 литров, конечно же, перебор. Но не было. Использовал четыре целых листа. Как раз тютелька в тютельку. Вот только вот такие вот полосочки остались с них. И больше ничего, отхода нету. Это даже таки плюс. Но это тоже не отход, потому что будут робера жесткости. И потом, скорее всего, отсаднички буду клеить. Но, ребят, не такие, как я вот предыдущие делал. А буду с цельного стекла. Только дно будет с сеточки. Думаю, так будет лучше намного. И дальше будем, конечно же, наблюдать за этим всем делом. Также вот два нерестовика, которых я разбил. Этот аквариум побежал отечь. Надо укрепить его всякими планочками. Это, скорее всего, буду делать уже завтра. Потому что сегодня стеклышко просыхает. И будем завтра заниматься поклейкой. Есть у меня два тюбика силикона. Ну и все в наших руках, так сказать. Сейчас надо быстренько идти готовить под красного неона нерестовички. И, скорее всего, домой. Так как уже во дворе начинает темнеть. А еще работы. Ого-го. Поехали. Вот, ребята, и работа подошла к концу. Что я еще здесь натворил? Подменил воду у солоноводной калавратки. Вода чистенькая, красивенькая. И надо будет почаще им подменивать. А то что-то я запустил совсем ее. И ею можно же даже и гупешку подкармливать. В принципе, разную рыбку. Но Даня что-то не любит ее. Даня его надо чисто инфузорией выкармливать. Вот. Эту рыбку уже заказали. Неончика. Всего вот этого. Ну, еще он маленький. Конечно же, надо немножечко подкормить. Ну, вот смотрите, как они пузо понаедали. Ну, кормится вся рыбка, кормится на убой. Если честно. И вот этот вот не он. Ну, прям, я думал, здесь его мало. Ну, сейчас переключу. Такое нормальное количество тоже пузо отъели. Ух, хорошо. Люблю я вот такую вот рыбку, которая питается хорошенько. Также вот эта вот Данюшка. Ну, прям, капец, красота. Пузо отъело. И себе плавает. Ну, здесь тоже инфузории набросал. Миллионы их там плавает. Так же подготовил я, ребят, нерестовички под неона красного. Будем, конечно, пытаться что-то пробовать. Ну, как получится, уже так и получится. Так же подготовил, не знаю, успею, не успею. У меня, конечно же, сеточек недостаточно. Куда-то я их подевал. И подготовил нерестовики под неончика синего. Так же вот занес осмоса немножечко. Но это под стареньких. У меня будет достаточно, в принципе, аквариумов под вот этого. А молодых я даже и не знаю, сколько их там есть. Но что-то будем пытаться, конечно же, размножать и все остальное. Вот эта вот Тернешка тоже так, ну, прям аж разрывает ее. Но это хорошо, потому что будет быстро расти. Золотушка. Вот, смотрите, какое стадо. Это маленькие подрастают. Ну, такие вот, видите, вот это вот особь уже, ну, такая приличная. А вот за вот этих я уже давным-давно не заглядывал сюда. Но они так подросли капитальненько. Но, конечно же, не сравняться с моими теми, что вот здесь вот. Но это просто капец какие гиганты. И надо будет что-то вот здесь вот подубраться завтра. И сегодня еще им нормально. Я смотрю по вот этому белому. Если у него что-то там начинает по плавниках, заднему плавнику, вот этот задний плавник, вот, видите, начинают красные полосочки. Быть это уже плохо. Надо их перемещать. Но это будет завтра. Вот, работа на сегодня окончена, ребят. Рыбка покормлена, сыта, все хорошо и прекрасно. Даже нарезал стеклышки под склейку аквариумов. Это меня, конечно же, беспокоит. Потому что вот здесь вот надо эти аквариумы заполонять. То есть заполонять, заполнить вот эту вот стоечку здесь и вверху. Потому что эти аквариумы, вот, тот, что внизу и тот, что вверху, это просто разнобой, который у меня был до этого. А здесь уже все по-новенькому. И хорошо это дело фунциклирует. Но надо разобраться еще с живородкой. Потому что, ну, отсаживать вот так вот это долго, муторно и, ну, в принципе, нехорошо. Так как надо экономить время. Вот. Но это будет в дальнейшем, конечно же, ребят. С вами был Александр. Всем приятного дня. Очень хорошего настроения. Мирного неба над головой. И до завтра, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok